Достучаться в каждую дверь и донести до каждого налогоплательщика о его прямых обязанностях цель межведомственных рейдов. Застать кого-то дома – большая удача. Большинство должников или не проживают по месту прописки, или попросту не открывают приставом дверь. Но Макардич Роганян нежданных гостей не испугался. Мужчина был уверен, что долгов у него нет. А за какой вы год платили, вы даже не знаете, да? Я знаю, что там за все годы вместе было. Оказалось, что долг по транспортному налогу у сочинца все-таки есть. И он такой не один. Именно по этому виду налогов в Сочи больше всего должников. Основная масса направляемых в суд заявлений о взыскании налога, пени штрафа неуплаченного в судебном порядке на сумму порядка 170 миллионов рублей. Не вся эта сумма поступила сейчас из плана службы судебных приставов. Не у всех Макардича вышел добровольный срок для погашения этой задолженности. Однако основная масса, это порядка 2000 судебных приказов, была направлена именно по транспортному налогу. С ним ситуация более плачевная. Обязанность членов комиссии – описать имущество должника. В этом доме наложили арест на телевизор и микроволновую печь. Теперь у хозяина есть 10 дней на уплату долга. В противном случае его имущество уйдет с молотка. У меня задолженность за свет была. Я вот тоже недавно пошел, там тоже набежала приличная сумма. Пошел, это погасил. Ну как бы старались гасить по возможности, но наши зарплаты не совпадают, не успеваем с жизнью. На сегодняшний день только в Адлерском районе Сочи около полутора тысяч неисполненных решений суда. За последний месяц благодаря вот таким рейдам удалось собрать миллион 200 тысяч рублей. Однако общий долг еще около 15 миллионов. Данные мероприятия будут продолжаться. Они приносят достаточно положительный эффект. Еженедельно мы проводим вот эти действия. Я думаю, что они дадут положительный результат в целом по службе, не только по взысканию налоговых платежей, но и других. Срок уплаты налогов 1 октября уже давно прошел. Но сочинцев призывают, чтобы отдать долг государству, не обязательно ждать судебных приставов. Ведь на должниках лежат ограничения. Например, их могут не выпустить за границу.